Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Я хотел бы поговорить о силе взаимопомощи. Наверное, вы часто видите подобные ролики, по крайней мере, видите от меня. А других агентов вряд ли, потому что разделяй и властвуй. Давать вам силу, это опасно для агента. Но мы работаем вместе, мы создали систему. И я хотел бы дать конкретные примеры того, как, допустим, ребята наши на исследовательских программах очень здорово помогают друг другу. Это уже идет речь о публикациях австралийских журналах, это идет речь об участии в конференциях, это идет речь о написании каких-то курсовых и вообще закрытии целых тем, целых тёпиков. Речь идет и об туристичной взаимной допомоге. То есть ребята, приехавшие сюда из Украины по туристическим визиям, они реально здорово друг другу помогают здесь. То есть они настолько быстро делятся всей информацией, что я бы не мог этого делать. Я бы не мог всем помочь во всех аспектах. Я не могу контролировать движение и действия очень многих людей. Это студенты, это будущие студенты, это работодатели, это департаменты миграции, это медцентры, где люди проходят медкомиссию. Это онлайн, естественно, все процессы, которые происходят, изменение дат страховки, изменение дат начала учебы, изменение шифтов, morning, morning, evening, там, утро, вечер, изменение преподавателей, когда человек с уровнем, приинтермедий, все-таки идет в класс того же самого Рика. И этому человеку будут крайне сложные первые 3-4 недели, он человек идет, потому что человеку необходимо резко повышать уровень английского. Нужно делать эссей, надо, собственно говоря, идти на хорошую дегре, и она требует высокого балла. И вот эти все проблемы решают люди сами. Система великолепнейше работает. Вы знаете, я благодарен судьбе, что вот эту туристическую взаимную допомогу создал. В основном-то, конечно, приехали ребята, которые уже собирались приехать сюда по студенческой визе, которым было крайне тяжело из-за и отказов, и много чего другого. Получив отказы, они приехали сюда по турвизе, и здесь они уже получают визы. Но эта группа позволила привлечь новых ребят, людей, которые, да, в действительности, нам очень близки по духу. Близки по духу тем ребятам, которые таким образом получили визы, но были в составе наших Гагарина, украинский Гагарин, да и не только украинский, кстати. И это позволило нам реорганизовать систему, сделать ее более эффективной под конкретную задачу. Я изумляюсь. У нас студенты подавались где-то на медкомиссию еще в апреле месяце, подавались на август. Сейчас люди подаются и проходят медкомиссию в течение 24 часов. Три человека подались вечером с 9, может быть, с 7 до 11 вечера, и двое человек сдали. Один человек сдал в 7.15 утра, другие двое человек сдали в 10 часов. То есть все это в Сиднее. Это изумительно, как работает поддержка, изумительно, как люди друг друга оповещают о том, что выпала дата, и люди тут же подаются и проходят медкомиссию буквально на следующий день. Люди помогают друг другу с размещением. Среди моих же, может быть, друзей, но мои друзья даже не успевают мне позвонить, потому что им помогают те люди, которые уже у них живут, тут же находят других наших ребят, меня просто это известно, все, проблема решена. Ребята, это взаимопомощь, то, что у меня не было, когда я сюда приехал, и никого у нас, ребят, не было здесь с такой помощью. Это абсолютно безвозмездно, это культивирует среди вас нематериальные какие-то связи. Вы порой здесь учитесь тому, что можно делать друг другу какие-то услуги, какую-то помощь бесплатно, может быть, даже отвыкли от этого у себя на родине. А здесь, вот, пожалуйста, это работает именно так. Я безумно этому рад. Я думаю, что именно культурно наша система, наш проект улучшается, делается более мобильным, более системным, более праведным, скажем так. И я, как я уже говорю, этому очень рад. Я вас поздравляю с этим. И, ребята, когда вы подписываетесь на канал, когда вы начинаете его смотреть по-серьезному, вы становитесь частью этой системы. Вы, может быть, никогда не уедете, но уедут ваши родные и близкие, уедут знакомые какие-то, какие-то соседи. И люди, которые заинтересуются этим, вы скажете, иди сюда, посмотри, вот здесь, вот тебе это подходит. И они когда-нибудь скажут вам огромное спасибо за то, что вы сделали, что познакомили их с нашим проектом, с нами в Австралии, в одной Австралии, в единой Австралии. Поэтому, дорогие друзья, большое вам спасибо, большое за поддержку. И до новых встреч. Я думаю, канал всегда будет интересен.